если я вас приветствую давайте посмотрим что у вас там будет в новом году в двадцать четвертом что ждет какие основные события кто не любит смотреть раскладку карт переходите сразу на тайм-код в описании кто хочется настроиться с каждой картой оставайтесь посылайте свою энергию для энергообмена итак давайте смотреть январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь и декабрь так ну что давайте смотреть январь январе очень вероятная ситуация когда знаете это хочу это хочу и вот это для меня важно и вот это тоже а еще бы вот сюда и вот этого немножечко подсыпьте смотрите очень такой большой расфокус вообще желаний стремлений каких-то эмоций в том числе здесь еще может быть такое что а я не знаю что мне чувствовать а как мне что сейчас переживать то есть могут быть такие ситуации где вы можете вообще в принципе входить в ступор именно потому что а что вообще я сейчас должна вот здесь испытывать какие эмоции да с одной стороны сейчас можете сказать что за бред но бывают такие ситуации когда вроде бы ты должен как-то реагировать да вот на это все происходящее вокруг а ты понимаешь что а я не хочу так реагировать вот мне вроде так не нужно реагировать или а если мы допустим смотрим тему отношений когда плюс минус уже предсказуемое отношение поведение партнера и вы понимаете что раньше вы реагировали каким-то определенным образом сейчас вы понимаете а сколько я могу в эту игру играть да и вообще нужно ли мне это все то есть вот январь он будет таким месяцем когда знаете с одной стороны вы будете останавливаться и вообще задавать себе вопрос а что вообще сейчас происходит то есть чего я хочу куда я стремлюсь что я испытываю или не испытывают а что вообще нужно важно и так далее здесь еще может быть такое что вот как я сразу начала до хочу все здесь и сейчас да поэтому отлавливайте себя и его здесь банка просто как совет на январь просто останавливайтесь и спрашивайте каждый раз что я сейчас хочу и вот это будет таким я бы сказал отправным вообще сценарием на год потому что это очень важный вопрос в принципе по жизни давайте смотреть февраль куда пойдет веточка так феврале знаете такое состояние как будто все напрасно все не туда все что я не делаю все во что я не вкладываю все что я там не начинаю и так далее она все заканчивается не тем что я хочу здесь может быть допустим какие-то финансовые вливания но элементарно смотрите мы теряем допустим наши инвестиции которые когда-либо куда-то вложили он допустим прогорает какие-то фонды возможно идет там курс если вы там на курсе валют играли дата курс вообще выходит непонятно куда если допустим там в недвижимость инвентир и инвестировали то есть нет там обрушение от этого рынка недвижимости и так далее да если говорим о покупках больших каких-то та же самая машина большую машину но смысле большую машина как большая покупка да ее купили думали что будет все окей а там начинает или сыпаться или еще что-то или там постоянные проблемы с ним то есть вы понимаете что ну блин какая-то не совсем прекрасное до вложение получилось то же самое допустим по отношениям вы смотрели на партнера думали что ну окей да мне тут нужно вложиться своими допустим ресурсами временем там деньгами знаниями опытом и так далее до чтобы привести эти отношения к чему-то более светлым и прекрасному а но блин не работает а то есть вы конкретно вот это вот все видите и то же самое в работе там и условно я сейчас вот поднажму подработаю еще до мне там или премию выпишет или там по голове погладить повысит и так далее и этого тоже не просто понимаете то есть я бы сказала полнейшая облом да который вообще в принципе может произойти но здесь не вообще во всех сферах жизни до в какой-то одной поэтому не смотрите на то что блин все там февраль у меня все обрушится нет это будет что-то но вот в чем-то очень значим да то есть вы смотрите в принципе уже можете понимать да про что идет речь про какую сферу жизни не встречи и вот понимаете что там может не произойти тех ожиданий до которые вы накладываете поэтому сто пятьсот раз передумайте прежде чем куда-то вкладывать деньги что-то покупать да во что-то прям вот эмоционально ресурсно вкладываться там и временем и так далее март ну давайте рассматривать с двух сторон это когда вы как фигура да или кто-то извне если как вы фигура вот этого мечевого короля перевернутого да это ваше состояние когда знаете то пошло оно все я буду теперь вести ну скажем такую жесткую игру с миром на раз он так со мной раз он так меня переворачивает тогда я тоже буду ну не совсем мягким и прекрасным и здесь могут быть допустим те же самые ментальные какие-то манипуляции манипулировать доминирование то над другими людьми именно с целью того чтобы сделались все эти ваши планы где-то не совсем мягким хорошим путем то есть условно можно врать ну то есть вы можете да позволять себе врать позволять себе не давать полную информацию то есть вводить какую-то дезинформированность людей бы достаточно такими жесткими холодными то есть не проявлять эмоции и так далее если мы говорим о человеке извне то вашем поле вашем пространстве может появиться вот такой вот человек поэтому девушки женщины а если вы не хотите такого партнера себе очень тщательно вообще просматривайте до тех кто входит к вам знакомства вашу жизнь и если вы понимаете что вы хотите ну вот допустим в поиске находитесь до человека для романтических отношений сразу на подходе ловите вот эти нотки вот это какой-то жесткости жестокости да и просто отсекать сразу потому что но понятно если я такого не хочу зачем я его свою жизнь беру логично и правда так что у нас там дальше апрель затянуто затянуто будет ситуация здесь смотрите опять же по той сфере жизни которая для вас будет в апреле наиболее важно возможно это будет разрешение какой-то не знаю там конфликтной ситуации возможно это будет разрешение ну опять же если как мы говорим появится мужчина да все мы с ним все хотим разорвать но не получается разорвать да по каким-либо причинам может быть он не совсем принимает ваш отказ да и соответственно все равно ходит приходит может быть опять же вот эта вот ситуация здесь когда вы вложились вы понимаете что как-то прогорели да и вот допустим к апрелю вы надеетесь на то что ситуация закончится как-то начнет все постепенно по чуть-чуть как-то налаживаться так вот как бы нет и здесь больше знаете не потому что опять же мир жестоко не дает вам того чтобы все это вот образовалось то что вы сами но условно не обрубать то есть если мы говорим про мужчину то есть это вы не ставите жесткая нет не ставите жесткий конец да то есть условно если ты мне не нравишься ты мне не подходишь какого хрена я дальше продолжаю как-то с тобой общаться уж простите за грубость то есть соответственно если вы хотите закончить это общение значит заканчиваете ну то есть какие проблемы если опять же мы говорим про какие-то инвестиционные там и так далее проблемы в ваших руках есть возможность закончить это все но знаете здесь почему этого не происходит потому что цена этого решения может быть достаточно дорога до вашем понимании вашей картине мира и вы пытаетесь как-то но выплатить из этого меньшими потерями и поэтому все еще больше затягивается все еще больше тянется и ничего не заканчивается май хочу себе да побольше это знаете как урвать кусок и вот опять же побольше если мы говорим про отдых еще дайте 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 еще если мы говорим про какие-то деньги дайте еще если мы говорим про какие-то ну не знаю там увеселение употребление поедание и так далее да дайте еще то есть знаете такая я бы сказал неумеренность и она не вообще в принципе по жизни а именно ситуативно то есть вот здесь вот она в мае будет проявляться почему она может так произойти потому что вот здесь вот случился кризис да и вы себе аж чего-то не додавали чего-то не разрешали в чем-то себя контролировали ужимали да и вот здесь вот в мае я бы сказал прорвет ну вот действительно потому что долго мы в состоянии ограничения находиться но не можем и вот в мае будет то когда дайте два на еще еще побольше и здесь допустим кто-то вам будет говорить то что до успокойся до хватит но уже как-то надо же это нормально все это в порядок приводить нет я сама знаю я сам решу я все прекрасно понимаю да поэтому отстаньте не мешать мне наслаждаться жизнью но понимаете что это наслаждение она идет не во благо она идет и в том числе в разрушение вас то есть она настолько как все поглощающие получается то здесь будьте осторожны июнь весы что там и но смотрите июнь это тот месяц когда вы понимаете что с чем-то нужно распрощаться но как-то не хочется или не может сам здесь много опять же вариантов учитывая что-то общий расклада еще и там совсем годовой что здесь может проходить по работе то есть я прекрасно понимаю что эта работа мне уже не приносит того наслаждения удовольствия там что я знаю что я прекрасно там мастер специалист своего дела но я пока вот здесь побуду опять же могут как-то вторичные выгоды до играть большую роль и соответственно вы не делать этот шаг тому чтобы но пойти в какой-то светлое будущее а если мы говорим про отношения то же самое да я понимаю что здесь не совсем то я понимаю что здесь вроде как нет но вот не так и здесь в принципе может быть если допустим на первой до каком-то там фазе отношений допустим если 10 марте познакомились в принципе не такой еще большой период прошел привязанности опять что какого-то влюбленность да может быть но соответственно если есть понимание того что это что-то не то это не так как я хочу да то ну скажем так разорвать отношения много легче чем если бы вы прожили там 5 10 20 50 лет до в браке и соответственно там уже тяжелее это все делается но даже если у вас достаточно крепкие отношения достаточно давно вы вместе может происходить такой ситуации нет такой послевкусие что все равно что-то не то доживем да там вроде все тихо мирно спокойно но не то нам хочется чего-то другого но опять же каких-то резких движений вы не делаете потому что вторичная выгода давайте смотреть июль так весы я колоду мешала хорошо серьезно здесь в июле если там было понимание того что да как-то мне эмоционально не наполняет я хочу каких-то новых эмоций или же каких-то новых чувств если мы говорим про отношения я хочу чего-то большего то вот в июле пойдет то же самое чувство по финансовости по допустим карьерности по быту вот здесь может проходить это когда я понимаю что да у меня есть определенный достаток да у меня есть определенные какие-то условия проживания и так далее но я хочу больше мне просто прям необходимо больше знаете это может быть такое никогда пытаясь закрыть вот эту дырку эмоциональную да вы идете через материальную то есть мне больше больше денег да мне там еще чего-то там не знаю подзаработать и так далее да хочется купить того того то до того а не потому что мне это надо потому что у меня там в эмоциях хрень какая-то происходит но я не решаю свою эмоциональную проблему да я решаю ее вот немножечко другими способами и здесь может такое произойти что а меня но как не настолько ценят на работе насколько я заслуживаю этого да и соответственно идет такое что и мне должны платить больше мне должны там давать чего-то больше и так далее да или же здесь вообще в принципе я хочу денег больше да то есть вот такое вы так неудовлетворение вот это материально финансовой стороной своей жизни дальше август вот логично все идет настолько что вот на этом состоянии когда меня недооценивают я хочу больше в принципе даже может быть я сам не ценю на что у меня есть поэтому мне нужно больше 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 вы встаете в такую фигуру как победить любой ценой это могут быть условно какие-то но если мы говорим про работу да где нам финансово что-то не доплачут и так далее мы можем идти то на конкретные разговоры конфликтные на какие-то ультиматумы нам для того чтобы там руководство сделать так как нам надо нам быстрее и лучше и знаете это будет не всегда хорошо то есть допустим если у вас какая-то там но конкурирующая сфера то действительно вы можете прям очень жестко задавливать конкурентов не всегда думая о том как это отразится дальше на вашей репутации то есть здесь поэтому держите ухо востром здесь может быть не очень хорошие такие моменты в перспективе будущего да скажем так что здесь может быть опять же по отношениям если смотреть сфера отношения могут может проходить такой прессинг допустим партнера если вы находитесь в партнерских отношениях то там условно ты не даешь тебя не хватает там давай больше еще там сильнее и так далее да и это вот жесткое прогибание к тому что все должно быть так как ну вот я условно говорю а почему потому что вот здесь я уже говорил так сентябрь но опять смотрим или это вы или это кто-то извне если вы вот здесь энергии чуть мягче нам скажем так чем в марте но смотрите у нас выходит там у нас выходил король мечевой здесь у нас уходит королева мечевая то есть условно все равно на линию свою вы продолжаете гнуть все равно вы не идете на какие-то компромиссы вы не способны вот в этом моменте носить эмпатию на понимание там проживание чувств других людей да а каково им со мной а если я сделаю вот так а что они будут от момент чувству да то есть вам вообще как бы но вообще ровно да по этому поводу и вы об этом не задумываетесь здесь условно как бы я хочу что-то получить да я вот буду делать так как я хочу опять же если мы говорим про людей извне то может появиться в окружении вот такая вот дама и мужчины опять же будьте осторожны да вот может появиться такая там сердце давайте я так назовем или же вообще в принципе это если мы говорим не о романтических отношениях то это какая-то или коллега или кто-то из социума на там может быть из родни кто-то нам друзьям из друзей кто-то женского пола да вот такую позицию займет поэтому опять же осторожно на вот здесь очень много манипуляций может проходить опять же вы не всегда можете их вовремя отслеживать октябрь божечки ну наконец-то ёшки матрёшки так как тибрю октябрю октябрю весы можете прийти к стабильности над этому понимание того что я могу заработать я могу сохранить я могу приумножить даже в том числе но давайте так не простым путем учитывая что мы видим что там с вами происходило более мягкие хорошие энергии на самом деле это если вы на или же в принципе в вашем окружении может появиться вот такая вот прекрасная дама которая действительно самодостаточная уверена на завтрашние дни и как финансовом так и допустим в карьерном плане то есть когда у женщины все стабильно все схвачено это если мы говорим как романтическую партнершу или в принципе если ну вот женщины кто смотрит это про то что в вашем окружении может появиться вот такая женщина на которую в принципе вы можете обратить внимание как а как у нее так получается мне тоже интересно мне хочется также потому что вы-то идете действительно но к тому же да то есть у вас тут и про финансовость очень сильно есть карты и вы допустим смотря на нее захотите так же да и вот условно что это будет ваша какая-то знакомая вы будете но хотеть с ней больше проводить времени чтобы узнать секрет да потому что вот этот как-то что-то не работает да если вы идете по жесткому доминированию по жесткому какому-то рациональному пути да то вот как-то но не дает тех плодов на которые вы рассчитываете а у нее вот все схвачено да интересно как так ноябрь смотрите если мы рассматриваем опять же что вот здесь это были вы то в ноябре будет та ситуация когда все не то все не так все ничего не получается я вроде что-то хочу вроде почему-то стремлюсь вроде что-то есть но это не в глобальном масштабе это не то что вообще вот должно быть а здесь такое знаете на упадническое действительно такое я не скажу что прям депрессивное состояние но обиженности наверное давайте так на мир что типа мне не везет у меня вот у всех есть а у меня нету да там или нет это тяжело дается и так далее да вот такое состояние может быть или же если мы говорим о том что вот здесь это были не вы а люди в вашем окружении вот общаясь с ними вы поймете что блин а у меня-то все не так я-то как-то по-другому живу у меня-то все там через одно место да а вот люди могут а почему так и опять мы сходим к тому что вот это вот обиды какое-то разочарование в том числе но давайте так скажу детская да на весь мир а не на свои какие-то действия да то есть вы здесь вот еще немножечко не понимаете в том что все что у вас есть то что с вами происходит это но у ваших рук дело да у вас было как базовая исходная ситуация но дальше вы все делали сами так ну и декабрь давайте смотреть чем приходите хочу смягчить а не получается ладно ну скажу как есть вот то эмоциональное состояние когда вы понимаете что все не так все не то и разочарование может быть в романтических отношениях да в любви в партнере вообще в принципе в семейности в какой-то разочарование в том что допустим нет подходящих людей да и вообще там условно я там для любви не не создана да и вообще все не так и вообще в принципе в жизни да если мы не берем романтику романтику да то это вообще все все не так я хочу другого а она все у меня не так смотрите весы с одной стороны может показаться что вообще год трешовый да ни о чем но что здесь явно вырисовывается в том что вот в этом состоянии вы можете понять как вы не хотите на и найти в этом ресурс для того чтобы следующий год начать действовать как-то по чуть-чуть маленькими шажочками да как-то начинать изменять свою жизнь для того чтобы получалось что как вы хотите потому что опять же надо бывает такое вы ставите цели на пытайтесь как там добиться но вы не осознаете каких-то очень важных базовых моментов так вот вот 24 год вам ну условно носом тыкнет давайте базовые моменты в котором да он будет эмоционально очень такой я бы сказала кидающий бросающий и в том числе так узнать как больше вниз бросающий не на яркий подъем и прекрасные отношения а все-таки больше какие-то упаднические такие плачевные но опять же в этом всегда есть ресурс то есть если вы найдете в себе силы не уходить в состояние жертвы опять же вот этого когда вы обижены на весь мир и как он с вами несправедлив да а именно возьмете вот это состояние да вы можете отгоревать да вы можете его проплакать никто не говорит о том что вы должны как-то но эмоционально себя закрыть нет ни в коем случае ничего не подавляем да ничего не закрываем но здесь именно возьмите с этого ресурс и начните другое действие легче сказать чем сделать да я понимаю но опять же если вам нужна помощь приходите на личные расклады обращайтесь это все реально нормализовать с вас лайки комментарии подписки и я желаю вам всего самого наилучшего в новом году даже несмотря на то какие вышли карты помните о том что даже в самом негативе можно найти что-то позитивное все зависит от вас ну и до новых встреч пока 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 пока